Субтитры сделал DimaTorzok Это мега нереальный уровень игры. У меня просто нет слов. Они затащили свой нюк. Они добились. Они добились этого своим трудом, своими стараниями. Вывели все на последнюю пятую карту. Друзья, счет по картам 2-2. У Dignitas было преимущество в одно. Одну свое они выиграли. Две французы отыграли. И нужно взять третью. На этой точно все решится. И играть будут парни просто что есть сил. Матч стартует. И первый опен фраг на этой карте достается датчанам. Отстреливают капитана французской команды. Убивают его в мидле. Французы пытаются организовать атаку через вторую мидлу. Уже скорее всего до конца пойдут в этом раунде на А-плент. НБК готов ворваться в ковры. У Dignitas на Б. Кстати, там пожары горят вовсю просто. И что бы это значило? Ну что ж, выход. Выход на точку. И разваливают Смитса. Не сыграл 15-й десант. В принципе, разыграл плент. Синбикей выносит вообще без шансов к отжунду. Шокс пытается проаркадить своего оппонента за столбом в песках. Но эта война, по-моему, останется за Дюпри. Не будем забывать, не будем забывать то, что датская команда на этой карте уверенно, уверенно доминировала всех своих соперников. По-моему, они эту карту вообще никому не проигрывали. И сейчас, наверное, попробуем в этом с вами убедиться. Откроем репортаж на CSGO StarLadder TV. Зайдем туда и посмотрим. Так, ну вот Инферно. На самом деле Инферно. На Инферно их напрягли только поляки в финале Винеров. Мы вчера с вами смотрели этот матч. И это было весьма эпично. Тем не менее, далее. Инферно, 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 Инферно. Ну, три раунда взяли у них LDL-C. Титаны с LDL-C не играли Инферно, но у Титанов оно нормальное. Насколько мне известно. И смотрим. Ну, вот Virtus.pro тоже они уступили. Все-таки, по-моему, послабже будет, может, Инферно. Ну, вот знаете, датский стиль может сейчас просто не стыковаться со стилем игры французов. И, может быть, все что угодно. Поэтому мы не будем здесь, наверное, загадывать. Просто досмотрим. Просто досмотрим. Посмотрим. Так, Титаны пытаются организовать интересную пистолетку на 15. Демиатарку прорываются на малые. Экзистент заходит на КТ-респаун. Вот он сейчас остался незамеченным. Это факт. И то его идут и внимательно чекают. Смотрят библа. Сносит. Девайс. И второй. Второй тоже падает. Фетиш умирает. Есть. Девайс на Б. Плэн готов ворваться. Два игрока атаки. НБК и Шок ждут, когда закончится дым. Дым заканчивается. Иксипекс просто здесь как беспощадный огурец. Но нет. Выпадает на Экзистентс. Отдает точку. Но это бомба на деньги. И эта бомба уже встала. Три в два. Титаны будут защищаться. Но у них пистолет. НБК будет врываться. Нет. НБК будет играть в крысу, по-моему, до последнего. Его могут просто сейчас здесь не заметить. Ай-яй-яй. Заметили. Заметили НБК. Ну и Ксипекс, естественно, справился. И с Шоксом также остается у него 3 хп. Бомба дефицит. Но Титаны играют очень-очень важный раунд. Они ставят бомбу. И если в первом пистолетном до этого не дошло, то здесь, в принципе, Титаны сделали все возможное, чтобы закупиться на третий раунд. Давайте смотреть на их бай. Не будет бая, скорее всего. Два девять. Пять. Два девять. Три. Два. Надо было в пистолетке ставить. Да. Но. Три. Две. Одна. Да. Без риска. Без риска. Без чего-либо то ни было. Скорее всего, Титаны сейчас будут играть вслепую. Что-то мне подсказывает, что они не знают, что можно сделать с датской командой. Хотя, если они смотрели матчи датской команды... Ну, я думаю, что они точно смотрели матчи датской команды против Virtus.pro вчера. Это как бы вообще обязательно к просмотру для всех и вся. И если они сделали какие-то выводы, скачали демку, то, может быть, даже мы увидим какое-то сверхизобретение от Existence. Именно он капитан, он стратег в этой команде. Кстати, Адрен вчера нам очень много рассказал про французов. И реально, те, у кого, наверное, было мнение о них, как о каких-то там некомпетентных игроках и все такое, оно сразу должно было поменяться просто моментально. Потому что Адрен задавил сутью. И вся соль в том, что у этих парней все грамотно, все четко. Ну, это те парни, которые стараются не лажать. Но, знаете, лажают все, поэтому может быть все что угодно. Думаю, Dignitas будут не в восторге, если в первой половине отдадут Титанам хотя бы 4-3 раунда. Думаю, настроены намного серьезнее. Хотя тут будут качели, вполне возможно. Так, ну, снова по 250. Так, сносят Смитса, ковры вышли, existence минус, размен от девайса. Контроль плента, бомба ставится. Ну, на нее уже можно, в принципе, забить. Она здесь особо много ничего не дает. 2 в 3. В данном меньшинстве, но на бомбе. Скрим берет девайса, вот это уже интересно. И готовит флэш на 20. Его дымят в песках. Флэшка 20-ка. И 3 игрока просто в линию. Вот это да. Скрим ставит пачку по девайсу, но этого мало. Просто втроем. Зашли с малых. Скрим этого не ожидал. Он-то думал 20-ка, раз дым прилетел. Но с 20-ти даже никто не заходил. Матч ставится на паузу. И по чьей инициативе ставится пауза, мы не знаем. Мы не знаем. Лого чата нету. Это жесть. Ну, ждем. Экономика французской команды. Перед вами на экранах. 5-8 смит, 6-100. Ну, бай вообще будет плотный. У защиты тоже все хорошо. Так. Вот. Да-да-да-да-да-да-да. Вот этот респаун мне очень интересен. Матч снимается с паузы. Смотрим за девайсом. Девайс АВП. И у него первый респаун. Возможно, это будет минус в яме. Дадут ли французы сделать этот фрифраг непонятного? Атаки АВП нету. Поэтому, скорее всего, уже летит сюда смок. Уже должен быть здесь смок. Смока нет. Смок летит слишком поздно. И не попал. Девайс отошел от флешки. Расстроился. Но ничего страшного. Не произошло. Датчане жмок дугу. По-моему, французы как раз таки ждут то, что будет поджим дуги. Смотрите, они же с метла никуда не уходят. Ковры даже не занимают. Понимаете, что, наверное, придется выбивать ее. Но, тем не менее. Тем не менее, ждут они преимущественно атаки. Контра-атаки от Дигнетос по центру. Ее нету. Дигнетос перестраивается под закрытый деф. Давай, если уходит в библиотеку. Его изолируют очень плотно. И вся французская команда просто с теком из трех человек залетает в библиотеку. На Катерри спаум. Пытается Дюпри дать размен. Уу! Шокс! Вот это да! Три в четыре. Ну, тут вообще неординарная ситуация. Фетч минус НБК. Три в три. На Б-планте спалился Ксипникс. И сейчас Каджум готов просто перехватить инициативу на библиотеке. Стритварка. Я слышу то, что два проходят в библу. Понимает то, что его, скорее всего, здесь не ждут. И оп! Не оббивает. Первая. Вбивает бомбу. И второго. Перестрелка. Сжимает минус Шокс. Бомбу. В тупиковую ситуацию загнал Смитса. Смитс не знает, что ему делать. Тут со всех сторон уже приходят игроки защиты. И Титаны в попытке перехитрить команду Дигнетес были просто обмануты дважды. В первый раз сами себя обманули. А потом уже просто потеряли нить к этому раунду. Пятый раунд. 4-0. У Титанов 5-2, 4-6, 4-3. Это бай. Это бай. И давайте смотреть, насколько быстро Титаны решат сыграть на этом раунде. Ну, расстановка Сил-3-2 у защиты. Классический вариант. Также классический вариант розыгрыша на этой карте и у атаки. Два дуга. Один разменный. Вот, разменный не зашел. Моменталка сейчас была на брошенную фетишу. На чек. Чекнул дугу. Дуга пустая. Титаны пока что еще не спалились. Резистанс перетягивается. Ну, и попахивает здесь пока что. Да ничем не попахивает. Титаны что-то думают. Что-то думают, что-то решают. Все. Все в смысле, по-моему, решили. Будут играть дом. Будут играть 20. Смитс по-прежнему ждет пуша с дуги. Защита все еще держится вдвоем на Б. Дюпри Каджумб. Начинает немножко нервничать. Волноваться. Каджумб поддает Дюпри. Встает на защиту по флангу. Укрепляет 15. Именно туда идут французы. И где же флешки-то? А вот они дымы. Вот она флешка. Девайс. Пошел первый. Ну, нужна моменталка дальняя была. Теперь тут дым. И Каджумб просто ничем не смог помочь своему тиммейту. Тем не менее. 15 пытаются дальше проходить. Экзистанс и компания. Минус бомба. Выжимает до конца. Каджумб. Все. Обой мой с ответа. Разворот кидает по Шоксу. Это нереально. Это нереально. И Дигнитос разваливает атаку от французов. В очередной раз счет становится 5-0. Какая боль. Какая боль. Титаны не могут выбраться. Выбраться с нулей. Что-то здесь не так. Куда же делась то самое грандиозное громкое инферно, которое команда Титан показывала на крупных ланах в том году. Где же весь этот опыт? Так. Бай без исходности. Вместо экономии и отдачи 6-го решают закупиться и взять до счета 5-1. Но это решение скорее всего принято из того, что экономика как бы Дигнитос тоже читается. И они понимают, что если сейчас возьмут, то там будет эко. И поэтому можно будет брать два подряд. И даже если эко не будет, бай будет все равно хреновый. Ну и Титаны играют все тот же дефолт. По-моему решили... Да, снова дымы на 15 готовят. Шокс готовит им также дальний, по-моему, на библу. Защита сразу же раскидывается на минуте. Отдает главку. В этот момент происходит раскидка Аплента. Отжим в дымах. Сразу бежит на КТ. Ну вот это парень просто бежит и все. Ну ему уже здесь не важно. Куда, как. Вау! Вау-вау-вау! Аплент занимается. Скрим, шокс. Ну короче, Дигнитос неправильно сыграли. Включение правильно сыграли вот на этих вот позициях. Если бы он с библиотеки не выходил и немного подождал, можно было бы в спину забрать двоих. Вот как видим, три раза пытались французы выполнить вот этот вот... Исполнить этот раунд. С дымами на 15 и проходом в точку. С третьего раза получилось. Два раза потерпели поражение. Но это только начало. Это только начало и самое, в принципе, интересное все еще впереди. Ну что ж, сейф надо убивать. По-моему, надо пытаться убивать сейф. Датская экономика, смотрите. Так, ну два девайса идут в дроп. У одного 7200, поэтому все хорошо. Двайс на раунд будет, но это последние деньги. Датчане были остановлены. Сейчас было бы интересно послушать TeamSpeak, например, команды Dignitas, потому что еще бы с переводом вообще был бы жир. Так, Каджун. Вот меняют направление атаки сейчас титаны. Но к этому, по-моему, датская команда готова. Да, моменталки полетают сразу же на дугу. Dignitas так же ловят флешки от атаки. Понимают то, что на B есть. На B есть, на B есть много. Перестраиваются под моменталку. Фетиш будет играть на чех. Должна влететь моменталка. Вот прямо сейчас она влетает. А NBK не белый. Флешка промазала. Четыре белых NBK. Просто дождался. В итоге молотов, дым. NBK красный. На B плент будут заходить французы. Смитс на ноге. Сносит к Сиппикса в болоте. И B плент занят. Датчане идут сейвить. Три девайса сразу. Выбивания здесь не будет. Никакого ретейка. Так, NBK едва-едва не сгорел. Не знаю, как он в этом раунде выжил, но... Все было против него. И вот уже 5-2. Несмотря на готовность датской команды к приему, они, тем не менее, играли рискованно. И вот нехрен... Нехрен чекать под флешку дугу. Фетиш, наверное, подумал то, что он чекнет и увидит. И игрок, который простреливал хелпу, будет белый. Но... NBK эта флешка даже не задела. Он, наверное, очень расстроился после этого. Я уверен, что расстроился. Но я бы так точно на него вместе расстроился. Когда так выходишь, а чувак не белый. Бывает, бывает. Со всяким бывает. Три девайса сейвятся. И... Все-таки на бабки сейчас нехилые. Опустили титаны датчан. И... Счет 5-2. Смотрим на датскую команду. Они делают продроп девайсов. Играют с одним фамасом. Но у них, в принципе, все хорошо по раскидке. И по приему у всех вторая армора. У всех есть дефьюзы. И... Это... Не может не радовать. Так. Вот первая попытка поменять стиль игры от датской команды. Начинают аркадить дом. Дюпри заходит в темную. Но... Экшена никакого нет. Четверка... Четверка NBK и Scream Existence Smith. Такую дугу. На этот раз Фетиш даже не пытается играть под флешку. Шокс дает о себе знать на втором медле. И, по сути, вот сейчас девайс должен был... Так, есть там дым или нет? Просто если там дым... А дыма нету. И девайс ушел. По сути, сейчас ошибку совершили датчане. Они сейчас не знают, что собираются делать французы. Ну, после вот этого вот всего, что залетает сейчас на B. И залетает, я бы сказал, очень-очень красиво. Горит просто весь плент. Ой-ой-ой-ой. Ну, такая раскидка. Все грамотно сделать. Все грамотно кинуть. И просто взять, не прочекать право. Сдохнуть от одного Фомаса. Фетиш делает минус четыре. Играя на одном Фомасе. И Шокс остается последний. Мид заперт. И это фраг от Каджунба. 6-2. Датчане все-таки... Датчане все-таки приняли. Вот в том раунде сыграли с ошибкой. Выйдя на чек под флешку. Здесь встали в закрытые позиции. Французы как будто сами не свои, не прочекали. Не в упоре, не право. Поломились на хелпу. И Фетиш просто всех за это наказал. 6-2. Четыре раунда разницы. Напомню вам, друзья, что это пятая карта. Если смотреть на офф-счеты с учетом того, что Дигнитас на одной очко впереди. Так как вышли в финал с верхней сетки. И команды, кстати, явно уже подустали. Но по большому счету это четвертая карта. Так будет, наверное, правильнее. Не знаю. За четыре карты я не думаю, что Титаны прям выдохлись. Я думаю, что они только разыгрались. Особенно на Нюке они это показали. Шокс даже почти включился в игру. А вот датчане как-то на Нюке были очень-очень кислыми. Тем не менее, защиту отыграли на ура. В атаке ничего не показали. Так как, скорее всего, она у них не готова. Ну, Тикаджум поджигает эту бутылку. На самом деле думает, потушить, выпить или не выпить. Выпить или не выпить. Тормозухи-то хочется. Ладно, вот сейчас Титанам самое главное не тормозить. Закидка плента. Все, десант прошел успешно. Нужно подстреливать просто плент. Вау, Дюпрея, Дюпрея. Ну, тут просто как два сладких на него зашли. В итоге прячется в стиле Егора Маркелова на точке. Пытается от центрального ящика. Пытался сделать что-то на центральном ящике. И вот тут вот в бой вступил Молтов. Каджум постаётся один. Смит сделал минус 4 в этом раунде и продолжает смотреть. Но это эйс. Надо эйс сделать. Дадут ему сделать эйс? Да, это эйс от Смитса. Эйс от Смитса и раунд для Титанов. 6-3. Но ещё ничего не закончено. 5-7, 4-1, 5-6, 1500. Но тут нужно делать бай. Нужно делать бай датчанам. Они это понимают. Так, Дюпрея. Так, с чем у нас останется фетиш? Фетишу дают чешку. Судя по хелсбарам, у него нет армора. Свои полторы, по-моему, он никуда не потратил. Нет, потратил. Но как раз потратил на чешку. Так, Каджум пытается зааркадить на центре, чтобы убить полтора. Но его моментально встречает Экзистенс. Атака развивает свои действия в сторону ребра. Шокси проносит 15. Очень нагло действуют французы. И Дигнета с какому повороту событий не готовы. И вот этот вот бай, по-моему, для них будет последним. Смотрим, что здесь скажет сейчас Дюпрея, играя в пленте. Спокойненько забирает Смитса. На него продолжается агрессивный выход. Приходит Келпай. И нужно двоих раскладывать. Стипник сносит с ноги. Экзистенса плент выдерживает эту атаку. Два в одного остается Натан Смит. И опасный момент на минуте до конца раунда. НБК нужно просто подождать. Но он понимает, что можно поставить бомбу и отыграть на ней. Смотрим, будет ли здесь безумная слева или нет. На реладе! На реладе выходит ключи. 16 патронов по бойме. Он начинает перезаряжаться. Дигнитес прошли на шифте прямо в плент. И НБК просто не предвидел этого. Это жесть! Это жесть! Титаны просто бесплатно подарили раунд, который... Который прямо вот уже был у них. Как? 7-3! Дигнитес пока еще доказывают, что Инферно это их карта. И напомню вам, что эта команда ее никому не проиграла. В том числе и новоиспещенным чемпионам мира Virtus.pro, которых они уделали на овертайме. Притом, что Дигнитес это далеко не домашние парни. На ла не могут. Так. Ну что ж, 4 раунда разницы. Выход на центр от Девайса. И это ошибка. Смит знал. Смит знал, что любопытство датское здесь все-таки попробует сыграть злую шутку в одном из раундов. И... Ну, вот один на миллион шанс, что вы так убьетесь ямы, на самом деле. Аккуратно играет Дюпри в арке. Он, по-моему, понимает, что сейчас французы будут пытаться проходить в Библу. Там 2 ВП. Ну, а 2 ВП вряд ли он знает. Ой-ой-ой, набревает Смитса. Экзистенс минус Айвика. Забирает Каджунба. Скрим простреливает Дюпри. Проходит на точку. Аплент хустой. Ну и Титаны, в принципе, себя уже должны здесь комфортно чувствовать. Позиции очень хорошие. Один на коврах. Бомба Плент. Не дефолтно. И Скрим чекает 15. Все. Все. Все закрыто. Все как надо. Ну и Скрим, наверное, должен сейчас давать последний минус. Он не знает то, что Фетиш там очень-очень близко. Вот этот вот лысенький тоже понимает то, что Скрима все-таки убить. Наказал молодого. Наказал молодого. Забрал АВП. Убежал на Б. Вот так надо играть в Counter-Strike, когда вы проиграли Аплент. Мастер-класс от Фетиша. Но, по-моему, Библа его сейчас просто защемит. Фетиш пытается играть по-хитрому и просто не убегает на Б. Остается в коннекторе и счет становится 7-4. Так, зона комфортного счета для французов все ближе и ближе. Совсем чуть-чуть осталось. 1-2 и датская команда уже не будет такой угрожающей. Вообще, датчане выигрывают Инферно во многом благодаря тому, что в первой половине умудряются... В первой половине умудряются выходить за 10 за 11 раундов. Иногда даже за 13, а потом просто додавливают пистолеткой. Но здесь, как видим, титаны делают все возможное, чтобы сценарий так не развивался. И пока у них получается. Сипникс. Ну все, тут уже нет пули у него, просто спокойно Смит забирает его беспардонное тело. Ну и мы досматриваем с вами последние секунды этого раунда, которые по-любому уже особо сильно важны. Так, а что там будет уносить? Ну а, Девайс даже ничего не уносит. Он просто остается стоять и ждать. Ну да, самое главное, чтобы сейчас вот этот парень засейвил. Это все-таки 5000, которые Смит просто так отдал. В позатом раунде. Так, все, и будет ЭКМ. Будет ЭКМ у Девайса. Ну нормально, нормально отыгрывают на сейве Дигнита. С титаны берут пятый раунд, и это зона комфортного счета. Но титанов можно поздравить. И вторая половина будет просто мега непредсказуемой. 6-6, 5-4. Экономика налажена. Смотрим на ЭКМ сверху под скорбордом. И видим то, что в защите сейчас кардинально просто не хватает денег. Ну вот они перекупают примерно там на 400 всего лишь титанов. Но это очень-очень мало. Это ФАМАС и Дымы. Но хоть вторая армора присутствует. Так, Девайс будет играть с АВП на 20. В том, что его там ждет Смитс, если я не ошибаюсь. Да, при том, что Смитс сидит вот в такой вот позиции. Ну все, Смитс как красавчика просто. Как облупленного читает Девайса. Девайс уже второй раз умирает в подобной ситуации. Пытаясь доказать свое превосходство. Не то, что превосходство. Он должен был прочекать мидл. Мне непонятно только одно. Но вот он умирает, понимает, что там АВП. Почему же на дом-то забивают сейчас игроки датской команды? Вот в доме у них есть дюпри, которого можно было уже давно отправить на ковры. Он бы по-любому отсидел кого-то на контакте. Но атака понимает, что кто-то в доме есть. И играет максимально осторожно. Покидают опасное пространство. Полтора. Но это будет фейк-раскидка. И скорее всего будут атаковать через дугу. Нас заходить никто не будет. Пять в четыре. На Б выходить, кстати, все равно опасно. Там все еще Фетиш, все еще Ксипникс. Ничего не поменялось. Продление дыма. И французы ждут. Фетиш. Прочекают его в этот раз или нет? Ну он просто белый, как... Но тем не менее, минус дал. Ксипникс ему помог. Успевает здесь перезарядиться. Ну вот вот здесь вообще нормально. В два два сжимает. Посмотрите, куда уже зашел дюпри. Один хэдшот есть. Смог на хэлпу. Падает молотов. Бомба стоит. Бомба стоит как раз таки на дугу. Хаеза Б3, но это ошибка. Это ошибка. И два игрока с церкви, по-моему, сейчас дюпри должны убивать. Так, дюпри понимает, что там никого нет. И скорее всего оба с церкви. Но он так же понимает, что может выйти хэлпа и Б3 может его дурить. Но чувак, короче, берет и... Но это провал. Это провал. Тут надо было... Хотя, знаете... 7-6. Ну, короче, он сейчас просто понял то, что... Скорее всего он сейчас понял то, что сам себя обдумал, передумал. Французы сыграли максимально удобно для такой ситуации. Просто встали один за одним. Чтобы разменяться на этой бомбе. А вот игрок защиты потерял слишком много времени, чекая плент. Но с другой стороны, несмотря на то, что у него был дефуз и флешка, у него не было дыма. Дым бы, конечно, мог помочь ему здесь слегка исправить ситуацию, но... Так, поджим дуги от датской команды. И посмотрите, они там, по-моему, все решили сдохнуть в этом раунде. Или не все. Я знаю, кто не сдохнет на дуге в этом раунде. Это будет Ксипникс. Знаете, я вот много смотрел экраундов у датской команды Игнетос и... Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу, полегче парень, говорят, сейчас французы. А у него еще и бомба. Дайте ему АКМ, он вас хочет убить. Нет, наказали. 7-7, ну и первая половина все-таки в напряженку заканчивается. Качели, качели. Так вот, датчане любят побегать. Например, зааркадить куда-то. Ну, знаете, кто не аркадит у них в команде? Правильно, Ксипникс. Он остается где-нибудь там. Вы там умираете, парни, я тут сам разберусь. И в конечном итоге это все заканчивается не очень хорошо. Так, ну что, Дигнитас и последний раунд первой половины. Девайс. Чек-ми два. Так, поджим с дуги убирается. Сипникс. Конечно, вот сейчас он очень сильно рискует. Он пытался от стенки отсладить. И отстреляться. Отстрелялся. Так, прострелы дуги. Шокс. Готовит раскидку. Взлетают флешки. Первый дым. Вторая флешка пошла. Выход. Вот это идеально. Минус арка. Не ожидал его видеть. Там Девайс все равно справляется со стрельбой. Каджумб. Так, Дюпри помогает Каджумбу. Забирает Шокса. Трип-два. Французы в меньшинстве. Ну и последний раунд. Первая половина на волоске висит у обеих команд. Экзистенс остается капитан датской команды против капитана французской команды. Бомба на А. И сейчас Экзистенс не считает действия своего оппонента. Сипникс, ну, заволновался. Увидел спину. Подумал, халява. Нет, Экзистенс ушел. Теперь контроль уже за французом. Но при перестрелке спрей на спрей. Сел, зажал. Скилл показал. Ксипникс сел первый. И, соответственно, первые пули зашли от него в Экзистенс. Счет становится 8-7 на первую половину. И можно смело поздравить команду Титан. Они сыграли сейчас не так, как их соотечественники LDLC. Они сыграли совсем в другой КС. И, в принципе, это показывает нам только то, что новый день, новая игра. Вот если бы Дигнета сыграли вчера с Титанами, я подозреваю, датчане бы над ними издевались. Ну, просто, не знаю, по-черному. Но сегодня день совсем другой. И сегодня все совсем иначе. Ну что, готовы раздавать датчане. Говорит об этом Девайс. Мы ждем сейчас. Стример Реди. Визард с Флиппин. Понеслась. 8-7. Вторая половина. Первый пистолетный раунд. Смотрим, что готовят датчане. В их же интересах сейчас начать с девятого раунда взятого. Вау! Какие смоки. Ну вот, Экзистин взорвал курицу, например. Очки даются за курицу? Нет, не даются. Ну что ж, Дигнетос. Рывается на двадцатку. Стреляются со Смитцем. Смитц минус Каджун. Пытаются Дигнетос ответить тем же, с чего начинают французы. Но вот он момент. Истинный скрим выходит. И не справляется со стрельбой. Потерял. Потерял нить в этом раунде. Дишок с посадки должен будет зарешать. НБК. Минус бомба. Датчане развалены. Датчане развалены. Но ни хрена Дюпри не сдается. Проносит с пятнадцати. Экзистинс остается последний. Ксипник с мести с Дюпри разрывают экзистинса. Французы должны были брать этот раунд. Поспешил Натан Смит. Поспешил. Надо было остаться в живых. Все, что нужно было, это остаться в живых. Датчане сыграли крайне жестко. Крайне красиво. Но вот в последний момент им, конечно, повезло. Французская команда не расстраивается. Берет вторые арморы. Чешки. Так, всего лишь одна чешка здесь. У остальных по 250. Дюпри. Прострел темки. Ну вот видно, что датская команда, получив преимущество, сейчас захочет увеличить его на три раунда. Но... Все-таки у французов укрепления никакого нет. Они совершенно спокойно растянулись в классику. Два на Б, а три на А. Датчане же играют такой антикопосредственный. Просто медленно. По позициям. Дожидаются. Смитфорд, например, будет сейчас тренировать свой пистолет на пятнашке. Но, по-моему, звездой в раунде сейчас станет... Да-да-да-да-да. Вот этот парень. Именно он. Автодиректор как-то намекает. Вот это вообще анти-тупой момент. Я даже не знаю, как это описать. Один упал, второй упал, третий упал. Все упали, но один только выжил. Так, загнали Шокса. Бомба на песках. Ждет двадцатки сейчас девайс. Ну да, так она тебе туда и долетела. Ну, короче, сейчас будут с бомбой прикалываться и... Нет, Каджум забрал. Забрал бомбу. Ой-ой-ой. Так, вылетает дым и девайс меняет позицию. Знает то, что один сейчас пытается пушить с малых. Скрим залетает в плент. Не чекает треугольник. Скрим, какой провал! Какой провал от скрима. Заходит в точку, ломится в плент. Не чекает левый. Сразу получает просто спрей в спину. 18... Ой, 10-7. 18-й раунд. И французы будут играть еще один эко снова на чешках. Какая игра? Какая игра? Просто нет слов. Ну что ж. Весьма непосредственное укрепление б-плента. Посмотрите. И если вы все правильно понимаете и видите то же самое, что вижу я, то вполне возможно сейчас вот это укрепление б-плента приведет к фиаско. Но я не знаю. Вот знаете, таким командам, как Титан, везет очень-очень редко с эко-раундами, когда они укрепляют хоть одну из точек. Так, ложится смог на хелпу, ложится смог на катушке. Все, у скрима уже чешется, Шокси тоже дергается. Так, у скрима, скрима, скриму почесали сейчас. Шокси, красный. Нет, здесь просто по разменам. Здесь просто по разменам должны Шокс подбирать девайс. Ну вот не убивает с него. 4 в 2. Ну все, вроде бы нормально. Прячется Смит за последнего. Натан Смит последний. Ну и... Все, 11-7. Ну что ж, первые 3 раунда весьма непосредственно Дигнитос берут в свою пользу и очень-очень спокойно. Видна уверенность в их действиях, при том, что выходили они в укрепленный б-плент. Французы угадали, но ничего не смогли сделать со стрельбой Датчан. Какая боль, какая боль. Ну что поделать. Хаяцентр, НДК. Так, не дали сыграть Натану Смиту. Граната откинула защита, но на центре, в принципе, никого не было у Датчан. И, как видим, они спокойно продолжают действовать в сторону второго медла. Сейчас будет просто момент, не знаю, момент на 10 тысяч долларов. У Дигнитос есть 10 тысяч причин просто продолжать доминацию. И вот к такому, наверное, сейчас... Хотя нет, ну вот два на песках есть, но ждут двадцатку, смотрите. У-у-у-у-у-у-у-у. Падает в тактический тупик. И я готов сказать, что Датчане реально удивили. Реально удивили. Ну вот ко всему были готовы Титаны, ко всему. Но четыре ковры на поздней стадии раундов, поздней стадии. Вообще три четвертой карты. Это жесть. Скрим. Белый заходит в плент. Каджун. Пытается контрить. Уже минус три сделал. Будет ли минус четыре? Уходит от Скрима. Пытается спасаться. Скрим садится дефузить бомбу. У него нет китов. И Каджун прозваливает, давая четвертую кабину. Ну, это почти эйс, но почти не считается. 7-12. По-моему, Вери Геймс в тупике. Вот я этого боялся для французов. Очень-очень сильно боялся. Они проделали нереальную работу просто на карте до ДАС-2. Они приложили титанические усилия на Нюке. И вот сейчас на Инферно начинают терпеть уже в пять раундов. Стоило играть? Стоило выигрывать? Не знаю, Нюк или ДАС-2. Чтобы отдать Инферно. Чтобы отдать ту самую карту, на которой... На которой просто надо выиграть. Ну, для себя в первую очередь. Ведь титул парням нужен. Если, конечно, Дигнитос выиграет фрагбайт, это будет жестко. Вообще, все ставили на шведский НИП. Все ставили на команды со Скандинавией. Кроме датчан. И все верили в французов. Но после Катовицы, конечно, все стали сразу говорить. Виртуз Про! Виртуз Про! Но на деле-то оказалось... На деле оказалось все совсем не так. Вот вам и фрагбайт. Но этот чемпионат и матчи этого чемпионата просто нам всем доказывают, что профессиональный Counter-Strike это 5-8 команд, которые играют примерно на одном уровне и просто иногда меняются любезностями. Так, вот очередная интересная ситуация. Два красных игрока остаются в живых у Титанов. Есть один сотый existence. Атака ставит бомбу на А. И в дом проходит сейчас NBK. Фетиш будет пытаться принимать 20-ку. Existence идет. Минус есть. И ошибаются. Ошибаются. Дигнтес один на один. Xipex, NBK. Вау! 13-7 NBK! Но он знал, что Xipex там стоит. Но Xipex сейчас просто показывает своими действиями, как он рад этому хедшоту. Как он рад. 10 тысяч долларов все ближе. Team Dignitas нужно взять 3. Экономика французов просто терпит сокрушительное поражение, сокрушительную девайвацию. У них нихрена нету. Они закупаются 19 против 23. 19 против 23. Они понимают, что отдав 14-й раунд, датчан уже будет хрен остановить. Ну а датчане, не переживая, меняют свой стиль игры. Отправляются вдвоем на второй мидл и уверенно держат мидл на два девайса. Один из игроков чекает дугу, при том, что человек в пикселе девайса. Французы не лезут. Французы не лезут. Французы боятся. Это уже просто видно по игре. Они боятся аркадить, боятся поджимать. А на самом деле какой-нибудь поджимчик на центр вместе с дугой под раскидочку решил бы, по-моему... Решил бы, по-моему, практически все. Смитс. Так, Экзистенс. Готовит дым. Французы боятся то, что сейчас будет выход 2-2, скорее всего, и их это немножко парит. Так, Натан Смит дает минус. Фетиш. Что, неужели будут рисковать настолько, что будут заходить втроем на Б против скрима Экзистенса? Нет, Каджун, Фетиш, стягиваются. А, ну Ксипник ждет. В принципе, надо было убивать НБК, но Ксипникс его не убивает. Это провал. Порвал я ваш провал, говорит. Девайс идет на Б, стреляется. Там 2 на Кафеле, Смитс на ХЛП. Короче, французы в шоке. Они не понимают, куда идет нападение. Натан Смит разваливает. Плэнт от Шокса. Вау, вау, со всех сторон. Фетиш нереально, лысенький. Что делает этот лысенький два дня подряд со своими соперниками? Слов нету. Девайс при этом при всем еще умудряется отрезать Смитса. И французы сейчас просто... Ну, я не знаю. Они заглотили эту наживку. Съели ее. Попытались отбить Аплэнт. И тупо не сыграл Шокси. Который должен был убивать двух красных, как минимум, принимая тупо от стеночки. Замешкался в пленте. Ну что ж, за Б3 остается стоять защита. Сейчас будут подсаживать, по-моему, девайсы, если я не ошибаюсь. Да, он видел, видел. Прострелы уже, как видим, результаты не дают. 14-7. Ну что ж. Все-таки карта Team Dignitas. Это карта Team Dignitas. И датчане вряд ли здесь уже сдадутся. Вряд ли они ее отдадут. Скорее всего, это ГГ. Но титаны могут еще попытаться открыть у себя второе дыхание. Хотя, как вы сами прекрасно видите, отдаются раунды, которые... Которые просто должны быть... Которые должны выигрываться. Все, французам уже больно. Они пытаются за Аркадий СБ. Заходят туда втроем. Датчан там тоже трое. И минус 3 от команды титан. Отлично. Что мешало до этого Аркадий, это непонятно. Но, тем не менее, фетиш одного отыграл. 4 в 2. Для датчан, на самом деле, еще ничего не закончено. Они могут взять ничейный раунд совершенно спокойно. Аркада французов на экономику, конечно, сейчас повлияет. В первую очередь на их экономику. Ну и ксипникса будут запускать, как я понимаю. Он пойдет на хелп. Ну все, датчане, короче... Датчане делают все, что хотят. Где же дым-то? Ай, дым хелпа! Я-то думал, он даст дым сюда, побежит сюда на КТ и попробует вообще просто устроить крайне неадекватный контрстрайк. Но до этого не дойдет. Так, экзистенс красный на болоте. За ним же скрим. Ну, у скрима все хорошо с ХП, поэтому... Не переживаем за бэплэнт. Скорее всего, все-таки это будет раунд команды Титан. Вот это ксипникс просто сейчас, не знаю, налажал на уровне. Но играть против Берлинтона и Фетишу здесь не особо удобно, думаю. Ой, совсем не в ту сторону стрелять. 14-8. 14-8. Логично заканчивается раунд. Удачный поджим. Удачный поджим от Титанов. Вот вопрос только в том, что им мешало делать это раньше, почему они вообще игнорируют агрессивный стиль игры. Если дачане в первую очередь понимают, что занимая дугу, они получают преимущество на карте просто невероятно. И вот много раундов в первой половине было сыграно именно под диктовку дачан, лишь благодаря поджимам. То французы рискнули лишь один раз. И этот один раз оказался более чем оправдан. Дачане ничего с этим не смогли поделать. Но там просто либо удачам был выбор. Либо стреляться, либо делать полный ретейк. Полный ретейк на дуге — это бред. Соответственно, решили просто остаться. И вот сейчас будет... Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Раунд, который нельзя прочитать. Ну что, 15-8. Раунд, который нельзя прочитать. Именно этим раундом Дигнитас доминировали польскую пятерку. Именно этим раундом Дигнитас в этой половине, на этой карте. Это, кстати, четвертая карта этого матча. Уже пару раз отработали этот раунд на Титанах. И когда на Б зайти не получилось, на играть медленно надоело, они сделали тот же самый раунд. И вот вам, пожалуйста, 15-й раунд для Дигнитас. 15-8. Французы не понимают, как Дигнитас... Как Дигнитас это делают? По какой причине они это делают? И для чего они это делают? Не, ну... Для 10 тысяч долларов, конечно. Хочется. На самом деле, если быть точным, то распределение призового фонда... Вообще, призовой фонд турнира, друзья, в шведских кронах. Организует его портал... Киберспортивный портал fragbite.se. Это аналог... Госу Геймерс на... Ну, похоже на Госу Геймерс, судя по тому, что там сейчас происходит. Это аналог Госу Геймерс на шведском языке. И... Собственно говоря... Денег они выбивают нормально. Спонсором является и Стрелла Макдональдс. Ну, вы это все прекрасно видите. Ну что ж, 15-8. И датчанам нужно выигрывать этот турнир. Последняя карта финала, конечно, нас особо сильно не радует. Мы все хотели овертайма, но его здесь просто не было. И вряд ли до него дойдет. У французов бай. Как видим... 25 против 23. Так, датчане. Все, закидали полностью Б-плент. Зашли спокойно на кафель. Позиция в упоре. Прорывается девайс на КТ. Каджум в минус. Все, это ГГ. Это ГГ, друзья. Здесь уже ничего не поможет французской команде. Только если... Только если сейчас скрим пойдет и задефузит бомбу. Или Шокс, или НБК. Я не знаю. Такое уже не играется. Такое уже не выигрывается. 16-8. 16-8. Такой счет. Такой счет, друзья. И команда из... Команда из... Дании выигрывает этот чемпионат. Кто бы мог подумать, что такое могло быть. Собственно говоря. Ну, матчи получились весьма интересными. Весьма жесткими. И сказать мне пока, что больше на эту тему нечего. Ну что, мы все можем прекрасно... Ну, мы все прекрасно, я думаю, понимаем то, что Дигнатос действительно та команда, которая показала уровень. Во-первых, они вышли из группы. Во-вторых, они прошлись по верхней сетке. Как... Как я не знаю. Как Иисус по воде. И совершенно спокойно в гранд-финале разгромили команду Титан. Разгромом на самом деле это не назвать. Они последнюю карту, они выиграли свою. Мы сейчас с вами могли в этом убедиться. Но игра команды Дигнатос действительно нечто уникальное. Эти парни удивляли нас в течение нескольких дней. И это действительно всех нас порадовало. Ну, они выигрывают 10 тысяч долларов. Или даже где-то так. Я сейчас попытаюсь найти с распределением призового фонда. Где же, где же это распределение призового фонда? Тут какие-то комменты непонятные. Что они здесь делают, я не знаю. Ну, там что-то вроде... 60 тысяч шведских крон. Первое место. Второе место. Команда Титан. 30 тысяч шведских крон. Третье место. Команда Virtus.pro. 15 тысяч шведских крон. Четвертая строчка. LDLC. 10 тысяч шведских крон. Пятые и шестые места. Fnatic Hellraiser. По 7500 крон. Седьмые и восьмые места. LGB Sports Clan Mystic. По 5000 крон получает каждая команда. Девятое и двенадцатое место. НИП Гейминг остаются с нулем. Девятое и двенадцатое место. Команда Na'Vi остаются командой Na'Vi, но с нулем. Девятое и двенадцатое место. Команда Kik и команда 3D Max. 13 и 16 места. Team Property. H2K Gaming, Kens и Mouth Sports. Всем огромное спасибо за то, что вы были в течение столь долгого времени и следили с нами за репортажем с этого чемпионата. Я скажу, что 68 тысяч просмотров сейчас на CSGO StarLadder TV в текстовом репортаже для вас его подготовила Владислава. Комментировали для вас Strike, Slam, Taffa. Большое спасибо за внимание. Завтра, друзья, завтра. То, что касается завтра с него игрового вечера. Я к вам вновь вернусь вместе со Strike'ем. Мы будем смотреть матчи с LTV Star Series. Завтра ожидайте битву. Hellraiser против Na'Vi. Courage против Fnatic. Mouth Sports против Alternate Attacks. NIP против Fnatic. Clon Mystic против Na'Vi. И Kik против Titan, которые сегодня заняли вторую строчку. С вами был Slam. Пока. И это еще не все.